доброго всем вечера дамы и господа очередной вечер очередной прямой эфир мы возвращаем наши вторничные вечера до придерживаемся традиции которые у нас завелась уж третий год идет как ну и вполне логично что последнего после последнего эфира который был посвящен истории потребление человечеством сахара вполне логично что возникает следующая тема у нас у меня у егора пронина я историк гид по туль и у тульского словарного комбината туловар коснуться истории кофе ну а что ты история чаепития была кофе не люблю ну тут это на вкус и цвет на самом деле исторические вот до революции самым чайным городом в россии считалась москва москвичей даже называли чай хлебами самый кофейный город читался питер потому что питер был столицей такой более пафосный получается город ну и там поэтому кофе любопытный такой вот факт что еще с петровских времен в восемнадцатом в начале двадцатого века часто можно было услышать такое выражение что да что кофе не пили вот как мы сейчас там пойдем попьем кофе давай я хочу там выпить кофе кофе от кушевали да то есть получается о кофе говорили как не о напитке а каком-то там твердом скажем так блюде да и кофе получается от кушевали а не пили большим поклонником потребления кофе был пётр алексеевич да наш первый император он вообще в нашей стране многим полюбил что-то в первую очередь ну а мы сегодня коснемся и истории кофе и наиболее распространенных разновидностей этого напитка на сегодняшний день страна которая лидирует в мире по экспорту кофе со своей территории это бразилия до бразилия а почему от кушевали ну вот потому что вот на самом деле как вот тот же вопрос а почему кофе мужского рода почему кофе как бы считается он мой кофе то оно больше как-то ложится на язык что оно мое в среднем роде а оно в мужском хотя вот я слышал такую на самом деле даже версию что эти этимологии правила языка они же порой меняются что вроде как вот как ну грубо говоря творог творог ну лично я всю жизнь говорю творог а также и кофе что уже как бы можно так особо не цепляться ну он мой ли оно мое да какая разница и так мол понятно о чем речь идет ну не знаю может это просто фича какая-то из интернета но вроде как кофе уже не так жестко как бы граммар нации наказывается то что вы говорите о кофе в среднем роде они в мужском как положено также было из откушивание так вот кофе история потребления кофе берет начало еще в древних временах считается что родина потребления кофе это северо-восточная африка северо-восточная африка а именно эфиопия вообще кофе вот перед нами на фоточке кофе или кофейное дерево еще это растение вечно зеленые кстати вот любопытный такой момент считается что родина этого растения это нагорье африки и азии вообще кофе любит и тепло даже мужской жару и культивируется повсеместно в тропиках как правило большинство видов кофе кофе повышает давление у человека чай тоже особенно черные очень здорово повышает вообще кофе как и чай да это стимуляторы конечно стимуляторы и на самом деле это такие вот продукты кофе чай алкоголь табак считается это продукты которые уж называется это допустимая зависимость если что-то там более жесткое это уже там законом строжайше запрещено то вот эти вот стимуляторы особенно чай и кофе мы даже таковыми можем и не признавать хотя таковое есть я лично знал своей жизни людей у которых была самая натуральная кофейная зависимость один мой знакомый даже делал такое знаете как он это называл домашний кустарный энергетик я слава богу никогда такой не пробовал и никому не советую но тем не менее он чудил он брал банку кока-колы 033 и туда жахал две ложки кофе размешивал и выпивал я не знаю он жив до сих пор знакомый но сердце он свой конечно разгонял тем самым просто невероятно так вот кофе зачастую это такие небольшие деревья или даже скорее крупные кустарники высотой дерево кофейная может достигать семи с половиной восьми метров и кофеин вот именно вот этот вот вот эту стимулирующую составляющую как еще называют кофеин гуаранин гуаранин представляет собой такие кристаллы так вот кофеин все части этого растения содержит причем вот тоже забавный факт вот человечество конечно интересные вообще мы с вами существа на этой планете тысячи сотни тысяч лет эволюции этого растения до кофейного дерева должны были способствовать тому что выработал вырав вырабатываемый растением кофеин кофеин это по идее что это алкалоид на самом деле это не знал вот она родственная водкам пиву и прочим стимулирующим напитком которые вызывают зависимость так вот веками тысячелетиями растения вырабатывала кофеин чтобы отпугивать потенциальных вот тех кто хочет вот тут схарчить это растение его плоды пока не приперся человек казалось бы вот это омерзительный горький вкус характерный запах этих масел которые должны вот просто уберите уберите это отсюда человек обелисью о боже царство вкуса ураган вкуса налейте еще пожалуйста кофейное дерево если бы она имела разум сказала вот этот человек ты вообще ты очень нормальный ты чего делаешь то ведь не в этом же идея то все а вот мы с вами пришли и этот кофеина хлещем только так вот я ну ладно с кухни не принес хотел показать я кофе пью ну если я в день выпил одну кружку кофе я считаю я вот один кофе мало пил я пью кофе ну две-три кружки в день кружка то что я называю кружкой вообще-то меня дома это по идее супница пол-литровая то есть я в день выпиваю получается ну вот полулитра до полутора литров этого напитка кто любит кофе пишите в комментарии к этому эфиру какой кофе любите и самое главное из какой емкости предпочитаете таковой пить родина потребления кофе некоторые ученые считают что мы должны сказать за это спасибо такому народу народность проживающий в эфиопии орому такой народец орому там есть и по легенде первооткрывателем потребления кофе является такой пастух эфиопский пастух по имени калди или калдин приблизительно девятый век нашей эры точнее мы не скажем значит и что произошло он пас стада значит коз в горах и там встречались вот заросли некоего растения это оказалось как потом покажет время это было то самое кофейное дерево и вот он обратил внимание что козы откушав листьев приходили в такое вот прям возбуждение бегали прыгали скакали ну и калдин то ли он сам сделал отвар из этого растения листьев и плодов дайного дерева то ли он там какому-то знакомому настоятелю местного монастыря эфиопы кстати православные об этом рассказал и сделали отвар выпили сразу почувствовали прилив энергии и что самое главное отступила сонливость настоятель монастыря сразу прикинул ааааааа это растение будет полезно для того чтобы у братьей сонливости не наблюдалось во время многочасовых служб и проповедей Вспомним произведение детского писателя Волкова «Огненный бог моранов», где Филин Гуамоко рассказывает Урфину Джусу, который был обеспокоен тем, что вот эти вот мораны, одураченные им, по ночам засыпают просто каменным мертвецким сном и нет никакой возможности их разбудить. И Филин Гуамоко рассказывает о том, что тут растет такое дерево Нух-Нух, и плоды дерева Нух-Нух отгоняют сонливость на очень долгое время, но правда вызывают зависимость. По сути говоря, Волков описал под этим вымышленным сказочным деревом Нух-Нух действие кофе. И вот так, получается, территории северо-восточной Африки, как считается по легенде, потребление кофе начинает понемножку расползаться, расползаться по всему миру, благодаря вот этому пастуху Калди. Происхождение слова кофе сложно проследить. Оно попало в язык колонизаторов, голландцев, англичан в 16 веке. Возможно, это гавах, перефразированное арабское слово, изначально означавшее вид вина. Есть версия, что это то ли там арабское, то ли африканское слово в периоде означает нечто черное. То есть вот что-то темное черное, это вот, мол, оно вот-вот кофе. Есть версия, что эфиопский регион такой кафа, и вот оттуда начался именно полноценный экспорт кофе в период Средневековья. Продавали мешки вот с этими вот плодами вот этого кофейного дерева. И возможно, что кофе это искаженное название вот этой провинции Кафа в Эфиопии. Тут различные версии имеются. В России кофе называли в разный период кофей, 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 кофе и другими различными словами. Так что разные-разные есть версии, откуда такое завелось. Считается, что первые кофейни, полноценные кофейни, появились в 16 веке во Франции. И изначально кофе, так же как на самом деле в России чай, потребляли как лекарственное средство от мигрений, от желудочных расстройств. Но ни в коем случае, конечно, не от бессонницы. Стимулирующее свойство кофе было известно еще в период Средневековья темного. И сохранились такие вот трактаты медицинские, в которых отдельно вот проговаривалось, что если там у больного там нервное возбуждение какое-то или чего, то кофе давать настоятельно не рекомендуется, потому что ему только хуже из-за этого будет. Вот перед нами простейшая ручная кофемолка. Это приспособление для измельчения кофейных зерен. Ручка вращает небольшие такие жернова, в которые попадают кофейные зерна и высыпаются в виде такого мелкого-мелкого такого вот натертого порошка. Плюс кофемолки в том, что она позволяет получить как бы свежеразмолотый, еще не утративший своих свойств продукт, вот как бы непосредственно сразу же перед завариванием. Жернова, вот этих вот кофемолок их изготавляют либо из металла, либо они керамические. Принцип, который впоследствии будет использован в мельницах для перца и специй. Первые жернова для перетирания кофейных зерен появляются еще в 12-13 веках. А изобретателем и популяризатором кофемолочки считается Турция. Ну, вернее, Турция. Османская империя. Вот, кстати, на самом деле, кто-то из нас, дамы и господа, может еще вспомнить, например, советский кофе. Ну, как советский. Поставляли с 50-х годов в Советский Союз развивающиеся страны, которые очень мало имели тех товаров, которыми могли расплатиться с Советским Союзом за предоставляемую экономическую помощь и кредиты. И вот некоторые развивающиеся страны, вот Индия, например, они стали поставлять в Советский Союз свой кофе. Да, совершенно верно, Юрий, индийский кофе. Вот, если вот индийский чай со слоном, да, и вот так же индийский кофе шел, и он попадал на столы советских граждан. Но, на самом деле, на протяжении многих-многих лет, по большому счету, наверное, до конца советской эпохи, до начала 90-х годов, все-таки главным напитком советской страны однозначно, конечно же, был чай, в том числе из знаменитых легендарных тульских самоваров. Но с началом новых времен, с началом новой экономической политики 90-х годов, развелось очень много частных заведений, где стало подаваться более, как считалось, изысканный напиток, кофе, вместо такого простецкого чая. Хотя, на самом деле, вот любопытный такой факт, исторически чай всегда считался в многих странах круче кофе. А вот даже как-то несколько лет назад меня так, ну, немножко рассмешил водитель одного туристического автобуса, с которым мы разговаривали, если он говорит, что-то там, я вот сегодня, говорю, там, я вот там, на завтрак чаю попил, он такой, посмотрел, говорит, о, чай богатые пьют. Исторически, на самом деле, так и было. Свергнутый в 2003 году диктатор Ирака Саддам Хусейн. На самом деле, о нем в Саддамовском Ираке говорили такие вот истории, что Саддам предпочитает горький черный кофе-чай. Еще со времен, когда он сидел в тюрьме в Ираке, до того, как партия Баас пришла к власти, он стал полногласным правителем страны, ему, мол, в тюрьме не давали тюремщики более дорогого чая, а давали более дешевый горький кофе. И он, дескать, ну, диктаторы часто любят романтизировать времена, когда они, мол, боролись за народное счастье, претерпели гонения и лишения. И вот Саддам Хусейн, мол, на всю жизнь полюбил горький черный кофе вместо более изысканного дорогого чая. Ну, вот такая вот мулька из Саддамовского Ирака. А это перед нами джезва, вообще-то. Джезва, турецкое слово, турка, это такой ковшичек, который используется для приготовления кофе по-восточному, который иногда еще называют кофе по-турецки или турецкий кофе. Мулька в том, что турецкий кофе получается путем варки вот молотых кофейных зерен после кофемолки. Ну, логично, связка кофемолка и турка. В турке и иногда допустимо в кофе по-турецки сразу изначально, при приготовлении еще, а не после того, как вы уже налили готовый кофе в чашку, добавлять сахар или какой-либо еще подсластитель. Любопытно, что название кофе по-турецки, это название в самой Турции не принято. Оно принято в Северной и Южной Америке и в Европе и в России. В самой Турции и на Ближнем Востоке этот напиток просто называют просто тупо кофе и все, голову не забивая. Традиционно турочка или джезва изготовляется из кованой меди. Кованая медь. По-арабски турку еще называют ибрик. В переводе там сложится основное слово наливать воду. Там то, из чего наливают воду. Гадать на кофейной гуще можно, по идее, только на кофе, который был заварен в Турке. Ну а иначе как еще? По видам кофе. Вот перед нами эспрессо. Кофе эспрессо, который до начала 90-х годов в Советском Союзе называли маленьким двойным. Вот я, например, недавно читал, перечитывал книгу Алексея Рыбина «Кино с самого начала». И вот он там описывает эпизод, когда Виктор Цой и Виктор Рыбин молодые, совсем там по 20 лет там было. В знаменитом кафетерии Сайгон, ну это, конечно, неофициальное название, Сайгон, значит, в Ленинграде встречаются утром, перед тем, как идти на студию к Андрею Тропилу записывать альбом «45», первый альбом группы «Кино», они встречаются там с Борисом Гребенщиковым, который, значит, там, заходим типа в кафе, Рыбин пишет, увидим, значит, у стойки стоит Борис со слоеным пирожком в руке, с маленьким кофе, и говорит нам «Вы пунктуальны». Мы такие, ну, блин, ну, конечно, мы пришли вовремя, нам же на запись с тобой идти. Да и ты, Борис, тоже не опоздал. Говорит, ну, да ладно, фигня. Я всегда обычное время завтракаю здесь. И нищие музыканты все же находят там какие-то копейки в кармане, берут себе вот этот по маленькому двойному, чтобы взбодриться, и идут записывать альбом. Так вот, маленький двойной – это то, что мы сегодня называем эспрессо. Это кофе приготовляется, когда прогоняют горячую, почти-почти кипящую воду, температура за 90 градусов, но все-таки это не крутой прям бурлящий кипяток. Под давлением прогоняют воду горячую-пригорячую через фильтр с молотым кофе. Особая популярность эспрессо пользуется в Южной Европе. У нас в России очень многие ценители кофе двойной эспрессо пьют редко. Почему? Маленькие крошечные чашечки, и он очень ядреный. Разновидностями эспрессо являются, например, кофе доппио. Кофе доппио – это двойной эспрессо, двойная порция. Тройная называется трипло, когда воды… Вообще традиционная емкость эспрессо 30 миллилитров. Если вдвое меньше, 15 миллилитров, это кофе называется ристретто. А если вдвое больший объем кофе эспрессо, называется кофе лунго. Но все это суть, по большому счету, именно кофе эспрессо. Далее идет американо. Кофе американо – кофе по-американски. Просторечие. Это просто банально соединение эспрессо с определенным количеством просто горячей воды. Кофе американо. При этом есть еще такая разновидность эспрессо, выделяется в водильную разновидность – long black, длинный черный дословно. Это когда берете горячую воду и туда сверху просто наливаете приготовленный уже эспрессо. Есть версия, что вот этот напиток американо придумали в последний этап Великой Отечественной Второй мировой войны. Ушлые итальянцы впаривали американским оккупационным войскам, которые вышибли фашистов из Южной Италии летом 1943 года. Они предлагали именно вот этот вот напиток. Объем больше и не такой концентрированный, конечно, вкус, как, например, у того же эспрессо. Шесть лет назад у нас в России поступило предложение переименовать американо в русиану. В русиану, чтобы не Америку вспоминать, а, мол, наша русская, дескать. Далее капучино. Капучино в переводе с итальянского капуцин. Капуцин это орден меньших братьев капуцинов. Это монашеский такой орден, ответвление ордена францисканцев. Это вот именно кофе с добавленным в него вспененным подогретым молоком. Мы сейчас, получается, так, знаете, двигаемся как бы от наиболее крепкого к менее крепкому. Считается, что название, почему капуцин именно, такой вот рыжий-коричневый цвет кофе, получавшийся в результате соединения эспрессо с пениным горячим молоком, напоминал цветом как раз рясы капуцинов. Ну, поэтому так вот, мол, и назвали. Причем разновидностей капучино тоже несколько. Есть так называемый сухой капучино, вот, с высокой шапкой, вот именно сухой молочной пены. А есть влажный капучино, который, по сути говоря, от того же латте отличается только по большому счету объемом. Кстати, к слову о латте. Да, латте банально, да, вот, кофе с молоком, да. Это кофейный напиток вот именно на основе молока. То есть там, по сути говоря, вот он слоистый. Это именно вот кофе, молоко и пена. Вот в этой линеечке получается латте самый слабый. Самый слабый. Тоже куча есть разновидностей. В наши дни, особенно популярные в жаркие летние дни, сейчас август, да, сейчас как раз еще жара стоит. Это так называемый, да, айс кофе, айс кофе со льдом, освежающий холодный кофе. Не путайте с кофе, куда добавляют шарик мороженого. Фраппе, так называемый, по-моему, называется. Да, вот, это вот именно айс кофе, который предлагается во многих кофейнях и кафе по всему миру. Вот, как кофе вообще приготовляют? Да, его перетирают в таких вот, на огромных вот предприятиях, на огромных предприятиях миллионы тонн кофе. Каждый день превращается, вот именно вот эти кофейные зерна перетирают, обрабатывают, измельчают, а потом обжаривают. Вообще, вот именно измельчение, измельчение в огромных таких терках, да, это финальный, заключительный этап обработки кофейных зерен. Но, сами понимаете, не каждый может перетереть в кофемолке сразу, поэтому очень часто в промышленности используется вот это вот, то, что вот на фото. Это жерновая мельница, так называемая жерновая мельница, которая именно вот способствует тому, что миллионы ценителей данного напитка каждый день могут с его вкусом ознакомиться. У кофе, конечно, есть и заменители. Наиболее распространенный заменитель кофе, это цикорий. Цикорий, причем цикорий двух видов, салатный и обыкновенный. Цикорий вообще его используют как заменитель кофе, как считает, например, вот Александр Дюма, знаменитый писатель, считал. Мы обязаны распространению цикория Наполеону, который организовывал континентальную блокаду Англии, причем которая била в обе стороны, и по англичанам, и по французам. Континентальная блокада Англии Наполеоном лишила Францию кофе и сахара. Кофе резко подорожал. Многие французы были этим недовольны и стали думать, вот, чиновники Наполеона, что делать-то вообще? Ну и на помощь пришел относительно недорогой напиток. У нас в России, вот, например, в своей книге «Москва и москвичи» Владимир Гелеровский вспоминал, что бедные студенты Московского университета пили не чай и не кофе, а пили цикорий в качестве заменителя этих напитков. Еще заменителем кофе может выступать вот это плоды гуараны. Кто любит энергетические напитки, да, вот эти газированные лимонады-то с энергетиком, вот тех на слуху там часто бывает, вот, экстракт гуараны, мол, добавлен. Это, по сути говоря, такая лиана. Лиана, семена гуараны содержат до 6% кофеина. Вот эти вот семена превращают плоды вот эти в пасту, которые идут на приготовление различных напитков, энергетиков и в том числе заменители кофе. Рекомендую посмотреть после эфира уморительнейшую комедию Гайдая «За спичками», которая была снята совместно с финнами. Там главные роли играют наш Леонов, наш земляк Вячеслав Невинный. Не пьете энергетик, ну и правильно. Но некоторые роли играют финские артисты, и финны вообще, они жить не могут без утреннего кофе. Им кофе прямо вот позарить нужно, и тщетные попытки двух финских женщин, у которых закончились спички, там, завязка сюжета. Ой, кофе сварить не можем, муж, сходи вон к соседям за спичками, одолжи у них спичек, а то кофе даже сварить нельзя. Он ушел, ушел на целый день, там, ну, напились, ладно, спойлерить не буду. Но вот две вот эти вот женщины, я не помню, как зовут ту, которая справа, финскую актрису, а вот эта вот слева такая, которая пониже, по коренасте, по деловитее, по бойчеев, по фильму, ее зовут, героиню зовут Миина. И эта Миина, там, различными способами пытается, там, разжечь огонь, там, и жерновом, там, и кремнем, там, как только она не пытается раскощегарить, там, печку, чтобы такие сварить кофе, и все у них не получается. Потом приходит Витцин, у Витцин оказывается все-таки спички, она там чуть ли не замуж готова выдать чужую жену за этого Витцину, только потому что он спички ей дал, она, конечно, чтобы она кофе смогла сварить. Ну, короче, уморительнейший фильм и страсти финнов к кофе, там посвящена отдельная, получается, сюжетная линия, которая является завязкой сюжета. Настоятельно рекомендую к просмотру данное кино. Вообще же, дамы и господа, как пить кофе, с чем пить кофе, из какой емкости пить кофе, американо ли, латто ли, капучино ли, эспрессо ли, по-турецки ли там, или как-либо еще, растворимый, гранулированный кофе, или вот, например, вот Марина любит кофе из турки, я его не люблю, я терпеть не могу вот эту муть внизу, вот эту, которую там, ну, надо там сливать отдельно, я же не гадаю на кофейные гущи, там, Марина, впрочем, тоже этого не делает, ну, я предпочитаю, да, кофе, вот, которого многие воротят из-то, это, носы, ой, фу, растворимый, да, помойка, не хотим, нам, пожалуйста, в турке настоящий, ваше право, я на самом деле большую часть своей сознательной жизни кофе любил так, кофе с молоком и с сахаром, в наши дни все-таки я, ну, с возрастом, четвертым, десятки, я уже, если кофе с молоком или со сливками, я его уже не слащу, но все-таки эспрессо всегда стараюсь хоть чуточку, да, подсластить, в последнее время, знаете, последние несколько месяцев что-то повадился даже американо пить без сахара, старею, наверное, как вы предпочитаете пить кофе, пишите, пожалуйста, в комментарии к этому эфиру, будем очень благодарны вам за ваши перепосты, и, ну, как бы, до новых встреч, спасибо всем за внимание, можно, конечно, сбегать попить кофейку, но на ночь глядя, может быть, не советую, а вот попить чаю весьма-весьма рекомендую, благо время еще все-таки детское. Спасибо за внимание, до новых встреч, и всем счастливо, пока!